Сегодня на балансе рыбницкого предприятия спецавтохозяйства 18 единиц техники, срок эксплуатации которой более 30 лет. Автотранспорт для вывоза мусора требует обновления. Сложная ситуация в бюджете не позволяет выделять средства для приобретения новых машин. Поэтому руководство предприятия решает этот вопрос самостоятельно. Кредит в банке – один из вариантов. Машину, которую мы приобретем, и КАМАЗ. Мы отдаем залог, на три года нам дают кредит. Предприятие в состоянии справиться с этим кредитом. Естественно, мы пересмотрим весь бюджет своего предприятия, чтобы мы могли его одолеть. Вопрос передачи части имущества предприятия спецавтохозяйства в залог был рассмотрен на внеочередной сессии Рыбницкого горосовета. В ходе обсуждения данного вопроса один из депутатов высказал свое предложение. За данную сумму денег можно приобрести сегодня до поддержанных два Мерседеса, которые будут выполнять максимально больше работы, на которые можно дать гарантии. Поэтому я поддерживаю саму идею и прошу на комиссии рассмотреть вопрос о целесообразности приобретения одного автомобиля или все-таки купить за эти деньги и два автомобиля. А если взять там условно какого-то китайского производителя, что сегодня работать не исключительно, так это будет два новых автомобиля. В свою очередь руководитель предприятия отметила, что новая машина по объемам вывоза способна будет заменить три имеющиеся. К тому же она будет удобна для работы в частном секторе. Кроме того, у предприятия есть горький опыт работы с поддержанными автомобилями, которые очень сложно ремонтировать. Нет комплектующих. Старая машина, я уже сказала, долго не служит. Новая машина, она прослужит во всяком случае. Я думаю, что 20 лет прослужит, как эти наши служат уже по 30 лет. Мы сегодня должны купить машину такого класса, которая бы облегчила и труд, и улучшила уборку в нашем городе. Депутаты поддержали инициативу руководству предприятия и дали согласие на передачу части имущества спецавтохозяйства в залог банку. Стоимость новой машины для вывоза мусора более 80 тысяч долларов. Эту сумму предприятие будет выплачивать в течение трех лет.